приветствую дорогие друзья уважаемые зрители кто первый раз на этом канале я ренат идущий туда путешественник и блогер сегодня я показываю вам апартаменты в которой я заехал буквально 15 минут тому назад нахожусь я на острове панглаун что на филиппинах я уже здесь получается третий день жил я в этом так так называемом отеле или гостевые дома можно назвать его как угодно вообще это называется джесс апартаменты ну такие знаете гостевые дома то есть зона территории где расположены вот такие домики вот в одном из этих домиков я жил две ночи оплачивал 500 рублей за ночь российских рублей ну если в долларах это где-то шесть с половиной доллара переехал напротив двухэтажный корпус снял себе за месяц на месяц комнату сейчас я вам покажу ее так заходим сразу первым делом кроватка кровать здесь двухспальня хорошая перина чистое белье подушки я уже проверил но если в той в том домике было достойная кровать и достойное чистое белье то здесь тоже самое я даже не сомневаюсь здесь у меня ноутбук уже подключен к телевизору youtube все дела кондишен есть вполне нормально работает также есть окно ставни можно открыть чтобы с утра подышать воздухом чистым здесь же располагается столик где можно покушать можно просто посидеть поработать тут же сразу же непременно у вас кухонь к здесь плитка такая знаете обычная электроплитка где можно готовить здесь холодильник сразу водичка видите здесь у меня овощи и овощи покупал вчера здесь помидорчики короче баклажанчики кабачок бананы нормальный холодильник посуда все дела есть тут есть смотрите рисоварка есть кастрюли есть тоже чайник есть сковорода короче можно готовить вполне нормально заходим бэдрум здесь простой умывальник зеркало унитаз и конечно же горячая вода есть душик все удобства вполне все чисто вполне чисто и комфортно то есть можно ходить спокойно без всяких проблем мне это очень нравится здесь есть личка чтобы можно было подумать а есть ведро чтобы можно было выкинуть туда что-нибудь и собственно как как вы хотели допустим примерно представлять сколько это стоит how much а давайте сейчас я вам примерно расскажу так вот я на панглау получается до этого я жил в одном хостеле потом сюда переехал получается третью ночи здесь нахожусь в одном хостеле я ночевал заплатил я 8 долларов нашел одну девушку за 140 долларов получается на месяц комнату она приехала за мной на байки забрала меня получается мы поехали к ней она живет очень далеко от моря это просто вообще невероятно далеко нужно обязательно в аренду байк короче мы приехали туда я посмотрел ее удобство как она живет и мне это вообще не зашло то есть я получается уже сделал вывод как филиппинцы живут то есть если они допустим без проблем они комнату тебе сдадут вот примерно такую только без кухни без удобства но удобствами кухни ты будешь общей пользоваться это было у ней там просто антисанитария туалет разбомблены света воды нету унитаз короче просто вообще обычный голый без стучка без ничего я даже не понимаю как он смывается там по моему ковшиком надо смолоть или ведром ну да ладно это не не суть дела я не хочу сейчас никак задеть там оскорбить ее это личное дело я считаю что это не стоит того сколько там нужно было платить потом я еще искал какие-то же я сейчас говорю про эконом вариант который хочет допустим снять человек или пара людей можно даже с маленьким ребенком если вы хотите на филиппинах быть то я думаю что вот этот гостевой дом где расположены несколько домиков вполне достаточно и вполне экономичным для человека сколько же стоит здесь месяц без депозита 7000 песо заплатил сколько это будет в долларах это где-то около 125 где-то 120 долларов примерно вот такая сумма 120 долларов 707 тысяч песо в рублях сейчас я примерно вам скажу ну это грубо говоря где-то около 10 тысяч рублей в месяц вот такая комната на филиппинах поэтому если кому-то сюда хочется приехать ищите этот хостел этот гостевой дом здесь кстати тоже есть койко место здесь подороже бунгало то есть уже для большой объемной семьи там на 5 человек даже здесь филиппинцы местные приезжают если конкретно ты хочешь узнать как сюда добраться сколько это все стоит я консультирую консультация стоит у меня 1000 рублей за консультацию мы с тобой списываемся созваниваемся по телеграмм общаемся я тебе весь расклад рассказываю как сюда добраться сколько стоит здесь находиться сколько визу надо делать где нужно это сделать где этот допустим номер находится когда под главу добраться ну и все в этом связано короче друзья мои поддержите это все лайком комментарием и всеми другими частями как можно распространять это видео а всем остальным желаю только хорошего настроения